МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вчера поздно ночью завершился один из последних квалификационных туров на чемпионат мира и СВЦ-2014. В финальном матче сошлись два фаворита отборочных Хеллрайзерс и Асус Сайберзон. Финальный матч включал в себя аж 4 карты, так как Асус Сайберзон вышли в суперфинал из нижней сетки, и игру они начинали со счета 0-1 по картам не в свою пользу. Однако даже такая напряженная ситуация позволила игрокам добыть сразу две победы подряд, на Д-Кетч и на Д-Нюк. Ашеры смогли отквитать одну карту Оверпасс со счетом 16-7, и командам оставалось выиграть только одну, чтобы обеспечить себе заветную путевку в Париж. На Д-Мираж командам не хватило даже основного времени, чтобы выявить победителя, и только Овертайме определяли лучшего. К слову сказать, игроки команды Асус Сайберзон имели 4 матч-поинта, однако Ашер провели феноменальный камбэк. Дополнительные раунды начались очень неприятно для Ашер. За сложную сторону бывшие Даттим смогли выиграть два раунда подряд, однако Хеллрайзер смогли проиграть минимально. После смены сторон ситуация стала зеркальной, и команда Ашер смогла отыграть первые Овертаймы в ничью, и уже на следующих Хеллрайзер с 22-20 побеждают Асус Сайберзон и выигрывают путевку в Париж на ESVC 2014 года. Копенгаген Волвс не без проблем квалифицировались на финальную часть ESVC, которая пройдет в Париже. В финальном матче волкам противостояли их соотечественники из команды Алын. С первых раундов Копенгаген Волвс ощутили очень большое давление со стороны соперника. На Дэнферно в первой половине волки смогли взять всего лишь три раунда. После смены сторон команда попыталась произвести так называемый камбэк, однако продлился он не так долго, как это требовала игра. Итоговый счет 16-13 в пользу Алын. Всего лишь зребия второй картой стал Дэкэч, и волки там не подкачали. Ребята особо не напрягаясь взяли 12 раундов за диффенс и довели дело до победного конца. 16-3. Третья решающая карта Дэдас 2 оказалась зеркальным отображением второй. На этот раз команда взяла не 12 раундов в защите, а 11, и выиграла в итоге не 16-3, а 16-4. В итоге команда Копенгаген Волвс с полной уверенностью может готовиться к отправке в Париже, где там и будут противостоять лучшие коллективы планеты. В начале декабря на следующие выходные после DreamHack Winter пройдут финалы 17-го сезона Лиги Атессия, на которые получают право поехать 4 сильнейших команды североамериканского и европейского дивизионов. По результатам онлайн-части топ-4 европейской таблицы заняли Fnatic, Titan, Dignitas и Mausports, но уже по традиции команды из Старого Света с трудом соглашаются на тяжелый и дорогостоящий перелет в Даллас на финалы чемпионата. В связи с этим по ходу 17-го сезона от участия в чемпионате отказались НИП, следом за ниндзями отменить свое путешествие в Техас решились и финалисты из Dignitas, причины уже традиционные, слишком большие затратам на перелеты проживания в Америке. В этот раз их место с удовольствием заняли поляки из Virtus.pro, занявшие 5 место в регулярном сезоне. НХЛ-15 фанаты спорта ждали на консолях нового поколения более полутора лет. В прошлом году разработчики заявили, что не готовы выпускать сырую игру и отложили ее выход на осень 2014 года. Несмотря на отсрочку, НХЛ-15 получилась неоднозначной, с одной стороны в игре потрясающая графика и управление, что делает ее самым удобным и красивым хоккейным симулятором всех времен. С другой, в 15-й части игры отсутствует несколько десятков давно привычных вещей, включая даже целые режимы, которые были в версиях для старых платформ. Впрочем, если вы являетесь преданным поклонником виртуального хоккея, покупки НХЛ-15 вам не избежать, аналогов у игры по-прежнему нет. А вот что касается очередного спортивного симулятора, но уже футбольного, то авторы игры из японской компании Konami проиграли футбольную войну EA Sports и ее FIFA. Продажи PES сейчас примерно в 10 раз уступают конкуренту и никак не могут взять реванш. У PES 2015 надежды есть, игра нравится прессе. На выставке Gamescom 2014 она стала лучшей спортивной игрой, а ее геймплей напоминает лучшие выпуски серии десятилетней давности. К тому же внешне PES 2015 ни в чем не уступает FIFA 15. Надеемся, что у Konami получится вернуть серии популярности, в этом году нас ждет горячая футбольная осень. Это были все новости на сегодня, спасибо за внимание, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok